Одна сорока на хвосте принесла новость российскому блогеру Андрею Шипилову, но начнем о ней издалека. У кремлевских возникла серьезная проблема. Она, эта проблема, упирается в то, что для известной вам группы лиц, узурпировавших в России государственную власть, крайне важны формальные критерии законности нахождения их у руля. Существующая международная практика такова, что мировое сообщество никогда не будет вмешиваться в действия властей какого-либо государства, если эта власть была получена формально законным путем. Даже если глава такого государства будет открыто поедать своих подданных на обед и установит для себя право первой ночи, но при этом придет к власти формально законным путем, то международное сообщество умоется и промолчит. Вот как сейчас умывается с Мугабой и Ким Чен Ином. Все все понимают, но юридически там все оформлено так, что комар носа не подточит. Но если этот глава государства расслабится, если утратит бдительность и даст международному сообществу хоть малейшую зацепку для того, чтобы юридически усомниться в законности нахождения его у власти, то реакция международного сообщества будет быстрой и незамедлительной. В том плане, что оно в очень короткие сроки найдет способ помочь народу этой страны избавиться от незаконного правительства. Российские СМИ до сих пор кипят негодованием по поводу оккупации Ирака Соединенными Штатами в 2003 году под надуманным фальшивым предлогом наличия у Ирака химического оружия. В Ираке, куда американские войска вошли под надуманным предлогом поиска оружия массового уничтожения, оружие не нашли, а главу государства повесили. На самом деле, этот надуманный предлог существует исключительно в воображении российских СМИ. Решение о вторжении в Ирак принималось не США, а ООН, и в этом решении обозначена истинная причина вторжения. Иракский референдум от 15 октября 2002 года о продлении полномочий Саддама Хусейна на очередные 7 лет был проведен с грубыми и очевидными нарушениями Иракской Конституции и законодательства. И, следовательно, правительства Саддама и Самун являются лицами, незаконно захватившими власть в стране. Именно поэтому кремлевские расшибаются в лепешку, чтобы не дать никому формальных, юридически доказанных поводов усомниться в том, что они находятся у власти в полном соответствии с формальными требованиями закона. Именно поэтому они каждый свой шаг обкладывают формальным волеизъявлением народа и его законных представителей и штампуют обосновывающее решение правительства даже в тех случаях, когда в них нет необходимости. Помните внезапный демарш Путина с экстренной ликвидацией Крымского федерального округа? И бурное гадание в соцсетях и экспертных кругах по поводу этого внезапного и малообъяснимого поступка? Владимир Путин объединил Крымский и Южнофедеральный округа. Сегодня президент подписал соответствующий указ. Владимир Путин подписал указ о включении Крыма в состав Южного федерального округа. И сегодня же указом Владимира Путина Крым включен в Южный федеральный округ. Объяснение же было простое. По дипломатическим каналам к Путину прилетело послание того самого международного сообщества, которое гласило, что участие в выборах в Госдуму субъекта федерации, который не признается в качестве такового международным сообществом, заставляет международное сообщество усомниться в легитимности состава Думы, избранной таким способом. Речь, разумеется, шла о Крыме. Путин решил проблему очевидным и простым чекистским способом. Нет человека – нет проблемы. Или в данном случае нет субъекта федерации – нет проблемы. После этого казалось, что проблемы действительно нет. Дипломатические каналы, связывающие Путина с международным сообществом, молчали и создавалось впечатление, что международному сообществу нечего возразить. Это впечатление крепло с каждым днем. Но оказалось, что международное сообщество просто тянуло эффектную паузу, чтобы у крысы не хватило времени вырваться из угла. Накануне Путину прилетела еще одна малява, если говорить сленгом кремлевских, которая сформулировала кремлевскую проблему другим способом. Участие в выборах в Госдуму РФ территорий, которые с точки зрения международного права юридически являются территорией Украины, заставляет ООН усомниться в легитимности будущего состава Думы. Вот, собственно говоря, это и есть та весточка, что принесла сорока на хвосте. Так что, по большому счету, не важен состав будущей Госдумы. Если кремлевские во время выборов использовали украинские территории, состав парламента РФ теряет легитимность в глазах мирового сообщества. А это уже реальный повод для утраты законности всех постановлений, которые будут выноситься российскими депутатами. Это же касается Совета Федерации. Так что, если кому-либо взбредет в голову снова давать разрешение Путину на ввод российских войск на территорию другого независимого государства, меры по отношению к таким товарищам будут приниматься жесточайшие. И санкции, даже самые болезненные, покажутся цветочками. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Остановитесь! Субтитры создавал DimaTorzok